Так, коллеги, ещё раз прошу всех зарегистрироваться. Идёт регистрация. Идёт регистрация, прошу зарегистрироваться. Когда пошла регистрация, если кто-то не успел, ещё раз прошу внимательно посмотреть. Всё, кворум имеется, при том, что у нас ещё несколько человек на подходе. В целом, кворум имеется, поэтому позвольте 347-е внеочередное заседание Совета Федерации объявить открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу присаживаться о проекте «Повестки дня». Коллеги, в адрес Совета Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Коллеги, у нас один вопрос на повестке. Если у вас какие-то замечания, возражения, предлагаю повестку дня 347-го заседания Совета Федерации утвердить в целом. Идёт голосование. Прошу голосовать. Повестка дня 347-го неочередного заседания Совета Федерации утверждается. Уважаемые коллеги, я хочу сейчас предоставить слово полномочному представителю президента по данному вопросу при рассмотрении обращения статс-секретарю, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Григорию Борисовичу Карасину. Пожалуйста. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, разрешите познакомить вас с текстом обращения президента Российской Федерации. В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента вооружённых сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины, Автономная Республика Крым, на основании пункта Г, части 1, статьи 102 Конституции Российской Федерации, вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Президент России Владимир Путин. Благодарю вас, Григорий Борисович. Уважаемые коллеги и сенаторы, есть ли вопросы к Григорию Борисовичу? Нет. Спасибо, присаживайтесь. В нашем зале присутствует Николай Александрович Панков, заместитель министра обороны. Есть ли вопросы к нему? Нет. Коллеги, Совет Палаты, вернее так, в соответствии строго с регламентом, обращение президента было рассмотрено на совместном заседании Комитета по обороне и Комитета по международным делам. Затем этот вопрос был рассмотрен на Совете Палаты. И на Совете Палаты было также принято решение провести открытое голосование и сделать открытое рассмотрение вопроса и открытое голосование. Нет у вас возражений? Нет. Давайте для порядка проголосуем. Кто за то, чтобы провести открытое заседание, открытое голосование, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, прошу всех проголосовать. Решение принято. Позвольте предоставить слово председателю Комитета по обороне Виктору Алексеевичу Озерову. Пожалуйста, Виктор Алексеевич, мнение Комитета. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на основании главы 21 регламента Совета Федерации рассмотрел обращение президента Российской Федерации. Учитывая мотивировки, изложенные в обращении, а также руководствуются пунктом Г. Части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, комитет единогласно решил рекомендовать Палате дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до стабилизации общественно-политической обстановки. И комитет вносит соответствующий проект постановления. Спасибо. Благодарю вас. Коллеги, есть ли вопросы к Виктору Алексеевичу? Нет. Присаживайтесь, пожалуйста. От Комитета по международным делам я слово предоставляю первому заместителю председателя комитета Владимиру Михайловичу Джабарову. Владимир Михайлович, пожалуйста, вам слово. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Владимир Михайлович, комитет Совета Федерации по международным делам рассмотрел обращение президента Российской Федерации от 1 марта 2014 года об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Руководствуясь главой 21 регламента Советства Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, о порядке решения вопроса о возможности использования вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, комитет Совета Федерации по международным делам рассмотрел указанное обращение президента. При рассмотрении вопросов в комитете Совета Федерации по международным делам учитываясь военно-политическая ситуация в регионе, руководствуясь в вышеизложенном, комитет Совета Федерации по международным делам в соответствии с пунктом Г, части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, федеральным законом о порядке предоставления Российской Федерации военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности и федеральным законом об обороне, решил рекомендовать Совету Федерации, Федерального собрания Российской Федерации разрешить президенту Российской Федерации использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Голосование было единогласно. Спасибо. Благодарю вас. Есть ли вопросы, Владимир Михайлович? Нет, присаживайтесь, пожалуйста. Я попрошу взять слово Юрия Анинча Воробьева, заместителя председателя Совета Федерации. Уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждаем очень важный, сложный вопрос. И, конечно же, та обстановка внешнеполитическая и обстановка на Украине требует от нас принятия решений. Обращение президента, которое мы сегодня услышали, требует от нас принятия соответствующего постановления. Но я хотел сегодня сказать и вот о чем. Вчера в различных средствах массовой информации мы услышали, что президент Соединенных Штатов Америки Обама заявил, что Россия дорого заплатит за свою политику. Вы знаете, нам известно, что боевики Майдана, которые действовали в Киеве, да и не только в Киеве, готовились в Литве и в Польше. Теперь они хотят распространить свое влияние, свои действия и на восточные районы Украины, и Крым. Я считаю, что если мы не примем соответствующего решения, то это станет трагедией для украинского народа. Я считаю, что эти слова президента Соединенных Штатов Америки это прямая угроза, и он перешел к красной линии, он оскорбил российский народ. Поэтому я считаю, что следует потребовать от президента Российской Федерации отозвать посла Российской Федерации из Соединенных Штатов Америки. Сейчас перед заседанием мы смотрели кадры телевизионные по различным информационным программам. Мы видели, что в Харькове, в Донецке, в других городах Украины люди высказывают свое возмущение, происходят стычки, люди просят помощи от Путина, так как больше никому не верят. Поэтому я считаю, что наше постановление сегодняшнее своевременное, необходимое, и прошу его поддержать. Благодарю вас. Андрей Александрович Клишес, я попрошу вас взять слово. Председатель Комитета по конституционному законодательству правовым вопросам, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в своем выступлении я хотел бы на двух только обстоятельствах остановиться и обратить ваше внимание на следующее. Мы с вами должны понимать, что на Украине произошел антиконституционный переворот. И в отношении действующего президента Украины установленная Конституцией Украины, процедура отрешения президента от должности проведена не была. В Совет Федерации какое-то время назад, сегодня, буквально час назад, поступило заявление и президента Украины. Президент Украины в своем обращении подчеркивает, что он ознакомился с обращением легитимных властей Автономной Республики Крым к России и осуждает попытки захвативших власть в Киеве насильственно установить свои порядки в Крыму. Президент Украины признает территориальную целостность Украины и призывает всех не предпринимать никаких действий, направленных на ущемление прав народов, проживающих в Крыму, включая их безопасность и включая их право говорить на родном языке. В этой связи президент Украины поддерживает обращение властей Автономной Республики Крым. Об этом обращении сегодня все мы слышим из средств массовой информации, из заявлений властей Республики Крым. Президент Украины поддерживает обращение властей Республики Крым к президенту Российской Федерации об оказании всесторонней помощи и защите крымчан. И мне кажется, что это основание достаточно для нас для того, чтобы поддержать обращение, которое направил Совет Федерации президент. Еще одно обстоятельство, на которое мне хотелось бы обратить внимание. Конституционный суд Российской Федерации сделал следующее заявление в связи с нарушением статуса судей Конституционного Суда Украины. Вы можете ознакомиться с полным текстом этого заявления. Оно размещено на сайте Конституционного Суда Российской Федерации. Я остановлюсь только на некоторых моментах, которые мне кажутся наиболее важными для принятия нашего решения. Итак, Конституционный суд Российской Федерации обсудил ситуацию, связанную с принятием Верховной Рады Украины, постановление о реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи. Этим постановлением предусмотрено досрочное прекращение полномочий пятерых судей Конституционного Суда, назначенных по квоте Верховной Рады Украины. Другим государственным органам предложено досрочно прекратить полномочия еще семи судей Конституционного Суда, а Генеральному прокурору Украины поручено, обращаю ваше внимание, осуществить уголовное преследование судей Конституционного Суда Украины, которые, по мнению Верховной Рады Украины, виновны в принятии одного из решений Конституционного Суда Украины. Конституционный суд Российской Федерации считает необходимым сделать следующее заявление. Конституционный суд Российской Федерации полагает, что не обладая абсолютной индульгенцией, иммунитетом относительно возможного привлечения к юридической ответственности, судья может стать субъектом ответственности, в том числе в форме досрочного прекращения полномочий, лишь в строгом соответствии с законом и при условии точного соблюдения установленной законом процедуры. Постановка вопроса о привлечении судей Высшего Суда страны к ответственности за принятие ими или осуществление судебной власти в пределах своих полномочий и на основании собственного внутреннего убеждения. Решение, заведомая неправосудность которого не установлена, позволяет выразить сомнения в соблюдении в стране базовых гарантий статуса судьи. Это представляется очевидно недопустимым с позиции современных международных и европейских подходов к функционированию Института правосудия и системы государственной власти в целом. В соответствии с основными принципами независимости судебных органов, принятыми на Седьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившими в Милане 26 августа 1985 года по 6 сентября 1985 года и одобренными резолюциями 40-146 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 года независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в Конституции или законах страны. При этом все государственные и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов. Каждое государство-член Организации Объединенных Наций обязано предоставлять соответствующие средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять свои функции. Согласно рекомендации по вопросам независимости судей, принята 13 октября 1994 года комитетом министров государств-членов Совета Европы, ветви исполнительной или законодательной власти должны обеспечивать независимость судей и принятие мер, которые могут поставить под угрозу независимость судей. Назначаемые судьи не могут быть сняты с должности без веских оснований до исполнения возраста обязательного выхода на пенсию. Такие основания, они должны быть четко определены в законе, могут применяться в странах, где судьи избираются на определенный период времени или могут быть обусловлены неспособностью судьи выполнять свои функции, совершением уголовных правонарушений или серьезных нарушений дисциплинарных норм. Согласно пункту 5.1 Европейской хартии о статусе судьи, принятой в городе Страсбурге. Достаточно убедительно вы привели аргументы. Да, это последний аргумент, Антина Ивановна. В 1998 году нарушение судьей одного из обязательств, четко определенных статусом, может повлечь в применение санкций только по решению, принятому на основании представления. То есть Конституционный суд Российской Федерации подчеркивает, что недопустимо действовать такими методами и также выражает надежду, что в отношении украинских коллег не будут допущены дальнейшие действия по существу, попирающие демократический статус судья и судей. Спасибо. Мне кажется, что это очень важное обстоятельство при принятии нами решения. Спасибо. Я попрошу Рыжкова Николая Ивановича взять слово. Пожалуйста, Николай Иванович, вам слово. Может быть, вы выйдете все-таки, что вас видели на трибуну. Пожалуйста. Удобнее. Удобнее? Ну, пожалуйста. Валентина Ивановна, спасибо. Уважаемые коллеги, я не скрою, что мы в последнее время ждали такого обращения от президента. Потому что то, что происходит в последнее время на Украине, оно не поддается никакому писанию. Это настоящий бунт. Это люди, коричневая чума, которая, по сути дела, захватила Киев и сбросила всю власть. Я думаю, история рассудит, кто как себя вел в это время. Мне кажется, нам надо принимать решение по следующим причинам. Как там пойдет дело, в Киеве жизнь покажет. Но! Я думаю, не надо быть большим правитцем, чтобы не видеть, что произойдет дальше. Я глубоко убежден, что следующий шаг этих людей, бандеровцы и прочих вооруженных, которые не признают никакой власти, она и новую власть не будет признавать, это будет восток Украины. Это Донбасс, это Донецк, Луганск, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Николаев и так далее. То есть, та часть, где проживают в основном русские, этнические русские. Я сам родом из Донбасса. Я прекрасно знаю этот край, я родился в шахтерской семье и знаю, что у нас было там три четверти в Донбассе. Если они доберутся до Донбасса, то, я думаю, прольется огромнейшая кровь, и мы должны тогда за это морально, в каком угодно плане отвечать. И второе. Вы знаете, что происходит сегодня с Крымом. Мы обязаны защитить Крым. Мы обязаны защитить тех людей, которые действительно стоят на позициях патриотизма, которые стоят на нормальных позиций. Поэтому ни в коем случае мы не должны отдавать на поругание этот Крым. Но давайте будем говорить откровенно. Неужели мы не понимаем, что если они захватят, эта чума захватит Крым, то Черноморскому флоту там не бывать. Придет очень немного времени, они динонсируют все договора и скажут, вон, пошли. Поэтому я считаю, что надо принимать решения. А в отношении американцев или других там шведов, знаете, я думаю, это не новое, что нам сегодня сказали. Все это делается под видом демократии по-западному. Разгромили Югославию, разгромили Египет, Ливию, Ирак и так далее. И все это под видом демонстрации. То есть это, по сути дела, не то, что там какие-то двойные стандарты. Это цинизм, политический цинизм. Поэтому надо быть готовым, что нас, на нас бросят всех, отпустят всех собак, но мы должны четко проводить свою линию. Я предлагаю принять предложение. Благодарю вас. Евгений Юрьевич Бушмин попросил слово. Пожалуйста, Евгений Юрьевич. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, у меня только два не очень больших соображения по этой теме. Первое, вы знаете, у нас почти 2000 километров граница, и это граница между регионами России и регионами Украины. Фактически на каждом метре этой границы с одной стороны и с другой стороны живут родственники, живут друзья. И, конечно, наши регионы, пограничные регионы, я сам представляю Ростовскую область, наши пограничные регионы очень обеспокоены тем, что происходит сейчас на Украине. Надо сказать, что уже в Куйбышевском районе Ростовской области глава администрации подумал о том, а что же будет происходить, если там события приобретут кровавую подоплёку. Он начал готовить места для беженцев, для тех, кто вынужден будет покинуть Украину. По данным пограничной службы, с начала событий 143 тысячи уже выехали из территории Украины в Российскую Федерацию. Надо сказать, что большинство этих людей понимают так же хорошо, как и мы, что же на самом деле произошло в Киеве. Захват власти. Сейчас можно сказать, что когда мы дадим согласие на использование вооружённых сил, то, конечно, для нас, для меня, как для финансиста, настанет второй этап работы. Это необходимо финансовое обеспечение всех необходимых действий. Я думаю, что с этим и Государственная Дума, и Совет Федерации, да и правительство конечно справятся. Мы будем в состоянии обеспечить всё, что необходимо. И отсюда следующий вопрос. Это финансовая помощь и Крыму, финансовая помощь Украине. Я думаю, что после того, как ситуация, как написано в обращении президента, нормализуется, нам надо будет с вами обсуждать, встречаться и обсуждать и финансовую помощь нашим братьям. Поэтому, с моей точки зрения, мы сейчас должны просто единогласно поддержать то обращение, с которым к нам обратился президент. Спасибо. Спасибо. Попросил слово Татаонова Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович, вам слово. На трибуну. Можно вас попросить, Александр Борисович, на трибуну? Пожалуйста, подойдите, так будет лучше вас видно и слышно. Безусловно, всё происходящее не оставляет равнодушными всех тех, кто проживает в регионе Северного Кавказа. Я буквально сегодня вернулся оттуда и могу свидетельствовать о том, что за два дня побывал в трёх регионах, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, у себя в родной Северной Осетии. И с кем бы мне не приходилось общаться, начиная от лётчиков, учёных, водителей, деятелей культуры. Я, кстати, был на форуме, был посвящён этому. Все единодушно высказывали свою озабоченность происходящими событиями. Говорят, матриотизм – это любовь к своему, а национализм – ненависть к чужому. Так вот, нам есть, что любить, ценить и защищать от распоясывшихся и необузданных фашистующих молодчиков. Ну и, в первую очередь, и клики близоруких политиков, которые провоцируют их на всё это. Мы в Осетии не понаслышке знаем о том, что такое братская помощь. Мы не понаслышке знаем, что такое надёжная защита, которую мы получили в 2008 году. И только это спасло, наверное, наших братьев в Южной Осетии от полного геноцида. Поэтому сегодня, я считаю, мы не должны оставаться в стороне. Тем более, на Кавказе есть хорошая мудрость, которую я хотел процитировать, о том, что если мы сегодня не будем заботиться о будущем, то… Мудрость